Всех привет и пряного просмотра, продолжаем проверить FIFA 18 за менеджер, за Робин Гудов. Ну что у нас, у нас игра будет сейчас впереди, Лига Чемпионов. Так, давайте мотивацию своим сделаем, но это очень плохо на самом деле, мотивацию своим делать. Потому что в последнее время, как я мотивирую своим, они начинают играть как, не знаю кто, вообще скорости нет никакой, вообще ничего нету, просто тупо они играют. Ну ладно, там приложение какое-то появилось, это что, трансфер что ли? Мое приложение, а, ну ты в следующую игру, конечно, будешь играть, ты что? Ты у нас обязательно будешь играть в следующую игру. Так, тебя меняем, блять. Тебя тоже, тебе тоже, тебя тоже, и тебя, и я поменяю. Блин, ну право, защитник придется поставить. Посрадать у нас. Вот это уже нормальный цапник, 7-7 уже. Так, ну ладно, давай тебя выпустим. Вот такие дела, все. Я думаю, команда готова. Можно сохранять состав и выходить уже на поле против. А, я так не дал отдых, да? А, нет, да, все нормально. Мы играем в гостях. Мы едем в Испанию. Вот такие дела, ребята, мы едем в Испанию. Играть против А3-ка Мадрид. Моя любимая, прям обожаю тренировочкой. Вот это гау. Ну что, слушаем наших лучших комментаторов. Что ж, могу поздравить вас всех с началом группового этапа Кубка Чемпионов. Команды полны сил и готовы бороться до конца. А мы надеемся на отличные матчи и интересные моменты. Да, все команды мечтают попасть в этот турнир, чтобы показать себя, завоевать имя, ну и, разумеется, пополнить клубную касту. Сегодня мадридский атлетико встречается с Ноттингем Форест. Итак, друзья, стартует главный футбольный турнир Европы. И сегодня мы увидим матч, пожалуй, интереснейшей группы. Четыре команды, каждая из которых может побороться за первую строчку. И две из них на поле прямо сейчас. И вот состав атлетико Мадрид. Видно, что для команды первостепенным является баланс во всех линиях. И в этой расстановке он соблюден просто отлично. На экране стартовый состав гостей. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Ну что, господа, начинаем. Первый матч у нас с группового этапа Лиги Чемпионов против Атлетико Мадрид. Ну что, первый сесток. Начинаем игру. Первые пасы. Первые пасы. Первые пасы. С началом группового этапа Кубка Чемпионов. Команда полносил и готовы бороться до конца. Спасибо большое. Мы надеемся на отличные матчи и увлекательный футбол. Все команды мечтают попасть в этот турнир, чтобы показать себя, завоевать имя и, конечно же, хорошо заработать. Да. Это может быть опасно. Отличный пас. А, блин, вот это пас неточный был. Защитник Атака прерван. Я думал, он напрямую, да, сам он что-то вперед дал его пас. Ну ладно. Если игроки так хотят, пускай они так и делают, на самом деле. Мы всего лишь тренера. Мы их валим, мы им даем играть. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Да ничего не было. Все нормально, он попал бы по мячу. Ну и что, про фокус рассказывайте, что он там сделал. Вот это пас хорошим возможен быть. Слишком много народа. Блядь, на вес не получается, блядь. Емор, разрешение аккумулятора. Вот это новость опять. Не посмотрел опять за аккумулятором, но он, на одном джойстике он слишком слабый. Если честно, он не хватает на один пачем матч. Надо посмотреть, разобрать это. Я здесь не ошибаюсь, можно его поменять. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. В этом смысле. А если я буду одновременно еще заряжать этот джойстик, тут дополнительный шум появится, и у него не слышится ничего нормального. Я уже пробовал, смотрел эту фигню, что он на зарядке сидел и не парился мне вообще в голову. Ну, может, конечно, что-то по-другому еще придумать. Ну, пока я так делаю. Ну, ладно. Разрядится, понимает, что будет, и все фигня. У-у-у, вот это пас был неточный. Молодчина. Перехватываем пас. Блядь, а вот это неточный пас. Блядь, ну вот это вообще просто пас был. Этот игрок должен будет просто брать его на халяву. Так, нормально, пас назад. Попробуем что-нибудь придумать посередке. Ну, посередке ничего не придумывается. Блядь, ну это пас. Потеря, все, в оборону. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Пока неплохо. Ну, пора подавать. Нет, не дошел этот пас. Ну, ё-моё. Ну что, давай. Опа, супер молодчина. Перехват этот пас. Блядь, опять нетошный пас. Вижу тебя. Беги, 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 давай. Блядь, слишком близко вратарем. Слишком близко у нас вратарем был. Пас был сделан. Навес. Из-за этого мы не смогли ничего сотворить. Может получиться интересная атака? Яник Караску. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Разгадали на 5-й точный пас. Они и завладели мячом. Сауль Диегис. Атлетико в атаке. Анхель Куре. Обыграл как дерево. А, обойдешься ты, бреди. У-у-у-у, и мы пропускаем. Ну, это был на офсайт. Это был офсайт. Это просто супер, что был офсайт. Флорентин, Погбар. Бред, пасты хороший, бред. Будет продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет шелтая карточка. Да, Барен, ну, это понятно было дело. Почему у нас было бы все страшно и плохо. О, Норман, отлично. Я его даю даже повторять мои слова. Да, Барен, ну, пока ты обрабатываешь мяч, нам уже перехватывают. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. У меня не пас, нормально, не проходит. Вот это супер. Блядь. Да, Барен, ну, чего это все позакрывали, баба, а? Отлично у них защита работает. Я ничего сделать вообще не могу в данный момент. Если не офсайд, они уже лидировали. За счетом 1-0. О, нормально. Блядь, ну, пас какой-то, а? Блядь, офсайд, я знаю, что тут офсайд будет. Микроскопический, но правило есть правило. Джошуа Кимми. Плачина, блядь, ну, ты отнимаешь, но при этом мяч остается у Атретика. О, Родригес, давай, давай, давай. У-у-у, как опасно было. Как было опасно, да. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Вижу фланг. Даю пас ему обратно, только слишком не тошно, и мы забиваем первый гол на 45-й минуте плюс 2 минуты. Мы это делаем. Ну, что сказать, голище. Смотрите, слева фланга великолепный навес. Да, и его оставалось только за... Но он не точный был навес. Вот так был забит гол. Смотрим комбинацию. Хорошая навесная передача, и тут нужно было просто попасть. Первый гол в Лиге Чемпионов. Поздравляю с первым голом в Лиге Чемпионов группового этапа. 1-0, сейчас будет веселее. Коке. Блин, мы так не перехватываем. Все, свисток, первый тайм у нас заканчивается с отсчетом 1-0. 1-0. Под конец мы раздевалочку забили гол. Вот это прям замечательно просто. Ну, ладно, переходим ко второму матчу. Что ж, команды возвращаются на поле, и мы продолжаем смотреть матч первого тура. Всегда надеешься увидеть хорошую игру в первом матче, и у команды еще есть шанс показать все, на что она способна. О, это опасно было. Даже могли один из метровых себе бенить. Но при этом, слава богу, все обошло. Ну, хоть на угловой. Это будет опасно. Очень будет опасно для этого. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что у нас случится сейчас. Ебать, вот это опасно было. Да, блядь, ну че за фигня вообще, а? Че вы творите-то непонятную ситуацию-то? О, по флангу хорошо, но тут, дорогая, скорость нет такой. Потому что он фланговый, но он старик уже у нас. Да блядь, вот это опасно. И поворотом. Действительно выше мяч пролетел. А вот это зря я сделал, как всегда. Я знал об этом, чем сейчас прибежит, но, слава богу, все равно обошлось. Моя ошибка, как всегда, у них не получилось реализовать ее. Ну, ладно. Блядь, че-то они слишком... Есть, и удар поворотом, штанга! Вот это момент! Удар. Ну, увы, это мимо даже створа. Забить головой, и получилось, ну, то, что получилось. Так, нормально. Может, получится интересная атака. Очень много передач у этой команды. Видно, что с этим элементом... Ай, прекрасно, как ему вторяй поворотом. Ну, воротаж затащил этот момент. Похоже, отыграл он свое сегодня, и теперь им займутся врачи. На поле же выйдет новый... Драма у него, жалко. Люблю драма игроков. В центр штрафной мяч направлен. Ну, пей давай нормально, а. Торборающий мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Накрывают его прессингом... Джошуа Кимми. Воу, вот это супер! Зато так не может получиться что-то стоящее. Увидел открывание впереди... Увидел, а какой удар-то снова-то был, а? И вот сейчас тот игрок, который не попал в касание, он, конечно, должен извиниться перед партнером. Но тут есть на что просить прощения. Это да, такие моменты нельзя упускать. Джошуа Кимми. Прям везет Атретика. Анхель Куре. Ну, нам тоже? Синий хими промахами. А оставляет защитника в Драках! Ооо, вот это опасно! Нифига тебе он затащил, Дракбал, младшинный или нет? Могу перепутать его. Ну ладно. Бля, бежим, контратаку. Бля, не успевает, не успевает, но мяч остается у нас. Бля, ну это не то что, довольно своевременно. Ладно, давайте перейдем к запасным нашим. Посмотрим, что могут позволить. Ну, я могу сделать вот так в данный момент. Дать ему отдохнуть, а этот все-таки будет на поле. Так, центральный защитник Дракбу меняем. Более свежее защиту ставим в данный момент. И получается у нас... ПСЖ был активен сегодня на трансферном рынке. Чем закончились их попытки кого-то купить? Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Это может быть опасная атака. Бля, ну это пас вообще не был. Никуда, не сюда. Бля, какой пас удар? Ну, куда ты там бьешь-то, а? Удар! Вот так и нужно играть в авару. Вот это моменты-то! Какого нафиг поворотом не попали-то? Кокер. Анхель Коре. Отлично сыграно, надо решать! Ну ладно, все тихо, спокойно. Ну вот это моментчик был просто в упор. Могли взбивать, гоу, и все. И 2-0 со счетом, а 3-ка у них. Бля, вот это плохо. Но мы перехватим, сейчас пас. Молодчина. Вот это вообще супер был перехват. Вижу тебя, даю тебе пас. Хороший по задумке пас. И в поворотом. Брян, ну вратарь затащил момент. Снова вратарь в них спасает ситуацию. Да, мы в следующую игру играем с Леверпулем, Англицской Лиги. Но, увы, конечно, это только в лучшем моментах посмотрим. Опять еще компьютер предлагает. Руберто Фермино совсем соскучился без мяча и может его получить только вот здесь, очень далеко от чужих ворот. Это может быть опасно. Нифига себе, прошел пас. И мы доходим. Блядь, и мимо опять. Ну что за пятня. Баруна тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точно удар. Не один, а сразу два игрока появляются на пункт. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Нет, не дошел. Это пас до адреса. Много еще играть. Да блядь, ебать. Какой пас нафиг, а? Вот тут толпа, блядь, ебать, всех. Во, молочина. Перехват, 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 перехват. Блядь, ну куда ты там, а? Беги, беги, давай, беги. Плохо сыграно. Форос, беги, блин. Пока неплохо. И удар поворотом, блядь. Опять мимо, на. А вот и замена в составе мадридского Атлетика. Последняя пятиминутка пошла. Тут может что-то получать. Сейчас надо сравнивать. Ебать, и нам забивают этот момент. Блядь, они отвлекли. Вот из-за этого у меня такая пауза здесь была. Блядь, разряжение. Сейчас, секундочку, простите. Вот здесь вот такая фигня какая-то непонятливая. Да-да-да-да, все замечательно, все хорошо. Блин, один-один, начините, один-один. Мы не реализовали свои моменты. В данный момент, скажем так. И нам они забили под конец один гол. Никогда не сдавайся, этот девиз и лозунг сейчас применителен к этой команде. Ну что, давайте смотреть, останется ли счет ничейным. Или все-таки еще нас ждут сюрпризы. Ладно, начинаем. Средине поля. Снова равенство на табло 1-1. Неподходящий момент. Меня отвлекли. И такая ситуация у нас училась. Бывают такие ситуации. Бывает даже... Я раньше давно играл. Звонок, блин, мобильника. И все, и я там, блин, гол пропускаю. Блядь, я за второй чуть не приебали. Вот это отчиметь просто. Добавляет. Дебят, три минуты добавляют. Вижу по флангу. И давай, блядь, пяточкой, пяточкой он забивает. Отчиметь просто. Отлично было сыграно. И вот эта игра. Очень непростой момент сейчас для соперника. Ведь времени у них почти не остается. И вот оно исполнение. Причем исполнение, которое завершается голом. Вот это угол, вот это пяточкой, пяточкой забили голом. Отчиметь просто. Вот это концовка. Просто концовка. Нет никаких сомнений в том, что это вынужденная замена. Ну и теперь очень интересно, сколько осталось минут или даже секунд. Хватит ли времени, чтобы дойти до чужих ворот? Все. Конец. Судьи возвещают о завершении матча. И все-таки они смогли это сделать и выиграли невероятный по накалу матч. Но согласись, Георгий, победа, что называется, на тоненького. Окей, можно поздравить. Мы побеждаем в первом групповом этапе. В групповом этапе первый матч Лиги Чемпионов. Давайте посмотрим, что у нас. Ударов. Ну да, у нас ударов 45 в точности. У них покруче точность. Но мы их держали как могли. Владимир Мичелл у нас лучше был. Отбор мяча у нас лучше на одну единицу. Траммы у них две. Нифига себе, две травмы. У нас два сайта. Офигеть, мы еще два сайта попали. Но они у нас из-за сайта забили гол. Игорь Алмадрид с Зенитом играет. 4-0 выиграл. Неудивительно, на самом деле. Неудивительная вот эта ситуация. Вообще просто. Вот, что-то разрыв соединения. Ну ладно, фиксируем. Это не слишком важно. Так, что у нас тут говорят? А, спасибо. Конечно, пожалуйста, как всегда. Так, пропускаем деньги. Нам два дня. Всего лишь разница. Ну ничего, давайте выбираем состав. Так, дождите секундочку. Мне надо посмотреть, что у нас... Не, я выходить не хочу сейчас. Подождите. Каких нахуй уходить? Блин, через два дня игра у нас. Ну тут не слишком страшный соперник. Можно будет другим... Ну, я думаю, этим составом мы останемся в этой игре. Уставший, конечно. Ну, что поделать? Ну ладно, выходим на поле. Увидимся мы уже в конце этого матча в лучших моментах. Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучшие моменты матча в этом матче. Ну что, на третьей минуте мы забиваем быстрый гол. Могли бы еще быстрее, но там не был неловкий удар. Да, вообще мечтать не могли. Вот этим. Ему там приятно, да, наверное, между ног держать этот флаг. Ладно, продолжаем дальше. На шестой минуте мы забиваем еще один гол. Он просто оказался в том же месте, где и нужно было. Вратарь просто не берет себе мяч, а отбивает его. И при этом мы забиваем еще один быстрый гол. Что дальше у нас? Дальше у нас нет гола. Это будет офсадь. Гол, нет гола. В положении вне игры. Нет гола. Гола нету. Да, все поняли мы все уже, что тут гола не было. Ну все, посмотрели три гола, который один еще не сочетался. Промах от Верпуля. Да, вот это было вообще опасно. Как было опасно здесь, а? Ворота были почти пустые, можно сказать. Ну, в том смысле это. Вратарь бы не так близко не смог бобить. Никим чудом. И они обламывают с этим моментом. Смотрим дальше. Сейф от нашего вратаря снова. И тут тоже самое, блядь. Тут тоже было слишком опасно. Не тут, а чуть раньше. Там вообще просто... Здесь-то я не особо вижу. Так, потом опять промах. Их не игрока снова, да, я так понимаю? Верпуля. Смотрим, что он там показал. Это сышка. Да-да-да, может сам тебя ругать. Так, дальше что у нас? Штанга от нашего игрока. Точнее перекладина здесь будет. Ну это можно сказать девяточку. Вот так бы залетел вообще, было бы супер. Потом промах от Ливерпуля. Не, Ливерпульс нормально выглядит. Только у них не везло. Они пулуют створ. Точнее удары не шли у них. Да-да, он обломил сам себе. Ну что, потом нас вратарь спасает на 79-й минуте. Да, тут шел 100% створ. Братарь нас спас просто. Так, и мы на 81-й минуте забиваем еще один гол. Мы контратаку тут сделали и все. Тут была у нас контратака. Тут в любом случае мы должны забивать гол. У нас, и как следствие, конечно, гол. Ну все. Наконец, посмотрим давайте статистику. Ну даже видно 14 ударов из 8-ми в наш створ. И у них 5 створ у нас лучше. Владимирич он одинаково, а отбор у нас лучше. У них просто все шло не в створ роты и не удавалось за беньков. И все. Верпуль хорошо показывал, но у них что-то не везло по поводу забитых голов и створ. Ну ладно, тут арсенал побеждает. Это хороший нож для меня, на самом деле. Я бы хотел тоже увидеть его на верхушке. Так, дальше давайте сделаем развитие игроков. Ну без тебя никуда. Так, все. Дальше что у нас? Дальше у нас ты есть. Так, центральная защита, давай тебе. До 80 пора уже подниматься. Ну все, расчет. Тренировки посмотрим, что она тут покажет. Ну так, все нормально. Половину уже прокачался ЦАП у нас. И почти нападаешься, поднялся до 71. Это хорошая новость. Так, что у нас по новостям? Полное выздоровление. Отличные новости. Но игровое время, да? То игровое время. Всех волнует, скажу, часто. Ну что, посмотрим, что у нас тут творится. Это понятно. Это понятно. Это мы знаем уже. Так, Лига Чемпионов. У нас она игра. Ну, Милан побеждает. Понятное дело здесь. Так, ладно, дальше. Мне Английская Промерная Лига нужна. Это хорошо. 4 очка у нас. Лучше бы 2 победы сделаем. Ну, мы с финнами сыграем 0-0 с счетом. У нас ничего не получилось. Надеюсь, тут все получится. Так, что у нас здесь? Здесь у нас 5 игр. Мы на одну очку отстаем от стокс сети. Ну, это все уже 5 игр. Английская Промерная Лига впереди все еще будет. Еще береди, будет борьба у нас. Ну, ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии других прохождений. Всего удачи вам и пока.